Новые волны Но это в терминологическом узком смысле, как называли эти направления журналисты и, возможно, даже сами кинематографисты. А в широком значении новая волна появилась везде, практически везде, в европейском и не только, в американском тоже, кинематографе на рубеже 50-60-х годов, когда заявила о себе так называемая молодежная культура. Когда заявила о себе поколение людей, частью родившихся до войны, в основном, конечно, родившихся до войны, но которые почувствовали некоторые созвучия с происходящими переменами. Пройдет совсем немного лет, буквально после начала новой волны во Франции и чуть позже в Чехословакии, и в 60-е годы заявят о себе бэби-бумеры, режиссеры, мастера, актеры, операторы, которые родились в конце войны и в первые послевоенные годы. Это будут непосредственно актеры молодежной культуры, а новая волна это те, кто предвосхитили ее появление, во многом позволили оформиться этому явлению молодежной культуре во всем мире. И немецкое, так называемое новое немецкое кино, и советский кинематограф модернистский 60-х годов в лице, допустим, Андрея Тарковского, в лице ненавидимых им режиссеров, таких как Григорий Чухрай, скажем, и Станислав Ростоцкий и так далее. Георгий Данелли, это все новая волна. Просто советский кинематограф не принято периодизировать с помощью такой терминологии только и всего. И немецкое кино называют новое немецкое кино, так же как новая волна в Голливуде, в которую вошли Стивен Спилберг, один из самых молодых, если можно так выразиться, представителей этого направления. Это все новая волна, так называемый новый Голливуд. Мне бы хотелось заострить внимание на нескольких деятельницах новой волны в разных странах. И через это, наверное, можно было бы попытаться раскрыть ее основные черты. Но прежде чем обратиться к этим фигурам, я бы в качестве некоторого тезиса сформулировал бы такую максимум, что новая волна вне зависимости от страны своего происхождения демонстрирует острую зависимость кинематографа от состояния развития технологий. Новая волна во Франции, в частности, если брать этот хрестоматийный пример, была прямым следствием распространения ручных камер Panaflex. На камеру Panaflex можно снимать в любой момент, она не зависит от источника энергии. Она заводится ключиком, и с ее помощью можно снять все, что угодно, вынув ее из сумки. Новая волна таким образом возникает, поднимается и идет, как некоторая горизонтальная инициатива, как инициатива снизу, и это принципиально, когда любой человек оказывается способен снять кино. Когда оно перестает быть элитарной деятельностью, требующей громадных инвестиций. Нечто похожее мы с вами сейчас испытываем, когда можем с помощью нашего мобильного устройства снять фильм, который будет на самом деле неотличим от того, что полвека назад люди снимали с помощью сложной студийной техники. На неискушенный взгляд монтажная программа, инсталлированная в виде приложения в смартфон, поможет нам это сделать так, что мы можем создать, можем теоретически создать вполне состоятельное кинематографическое произведение. Что-то подобное произошло с распространением ручных камер на ограниченном заводе, что произошло на рубеже 50-60-х годов. Новую волну предвосхитил в своем эссе «Камера с тело» Александр Астрюк, эссе вышло в 1948 году, где он рассказывал о том, что идеальный кинематограф будущего – это кинематограф, который не будет зависеть от места и времени своего производства. То есть кинематограф превращается в своеобразную ручку, которую можно достать из кармана и начать фиксацию действительности. Вот что представляет собой новая волна в технологическом и, если угодно, философском смысле. Французская новая волна как началась, так и закончилась на фигуре Гадара, потому что все остальные режиссеры настолько отличаются от него и друг от друга по художественному языку, что новая волна не имеет дифференциального качества эстетического, поэтому это в сущности уже конец изма, конец модернистской в своей установке, строго модернистской манифестарности, когда есть в буквальном смысле манифест эстетический, и художественная практика занимается иллюстрацией положения этого манифеста. Феномен новой волны показывает, как технология, ее всеобщее развитие, всеобщее распространение ставит предел вот этой рефлексивности художественных установок. Человек просто что-то делает и только задним числом может осмыслить или не занимается этим, может осмыслить суть собственных действий, придать им какую-то телеологическую последовательность, то есть какое-то целеполагание. Модернизм, высокий модернизм, модернизм измов в кино, о которых мы здесь говорим, это качество кинематографа первой половины XX века. Новая волна кладет этим измом предел. Но тем не менее, если брать такую фигуру, как Аньес Варда, которая совсем недавно покинула этот мир в возрасте 90 лет, то можно сказать, что да, ее роднит с другими представителями ее направления, если можно так выразиться о новой волне. Особое внимание к действительности как материалу кинематографического произведения. В отличие от неореалистов, ее внимание к действительности это внимание чуткого монтажера, человека, который берет реальность как материал, который затем будет монтироваться определенным образом, прихотливо часто, очень интересным образом сдвигая границу между художественным и документальным, монтироваться таким образом, чтобы рассказать нечто, что сама действительность нам рассказать не в состоянии. То есть это материал ее документальных фильмов, это всегда какой-то эксперимент, который она ставит над реальностью, чтобы реальность рассказала о себе что-то большее, чем просто себя продемонстрировала. Ну вот, например, можно вспомнить ее картину «Сборщики картофеля», которая так захватила ее своим материалом, как она признавалась, что она через два года сняла картину «Сборщика картофеля» два года спустя. То есть она не успела все рассказать об этих людях, что она о них подумала, и она сделала еще раз такое же высказывание, которое на первый взгляд ничем не отличается, но поскольку время прошло, соответственно, она второй раз вошла в одну и ту же реку и показала, что это невозможно. Она показала, что в эту реку мы входим каждый раз новыми, и эта река каждый раз тоже обновляется. Это такой гераклитовский принцип, невозможность войти в одну и ту же реку, которая продемонстрирована в кинематографе воочию. Ее картина «Клео от пяти до семи», фильм, который чаще всего вспоминают в качестве такого классического примера ее наследия, это фильм, который начинается ни с чего и который заканчивается ничем. Там исключительно поставлен предел временной, опять-таки. Мы начинаем регистрацию событий в жизни женщины с пяти часов вечера и заканчиваем в семь часов вечера. В этот промежуток умещается, фильм идет 90 минут, то есть поправка полтора-два часа получается, в этот промежуток помещаются какие-то события, которые происходят с человеком, полагающим, что он, в данном случае она, неизлечимо больна. Что она делает в это время, как она общается с людьми, как люди, с которыми она делится своей болью, своими страхами, своим непокоем, как они обращаются с ней. С одной стороны, это регистрация происходящего, с другой стороны, это, конечно, что-то большее, чем регистрация. Самоустранение Аньес Варда как художницы, своеобразное самоумоление, это такая риторическая фигура, которая, надо сказать, с ней иногда играла и не самые остроумные шутки, когда ее, скажем, не включили в справочник современных французских кинематографистов, и она была страшно уязвлена, потому что она думала, ну что это, это мезогиния или это еще, но нет, там есть женщины, там есть Катрин Брия, но ее почему-то нет. Она даже все это в итоге возвела к своей вот этой проблеме самоустранения, потому что она сама действительно хочет, как она говорила уже в последние годы своей жизни, давая интервью, что она всегда стремилась смотреть в мир, вспоминаем об этой возможности, которую предоставила новая волна любому человеку, стать голосом из хора, который смотрит в мир и не пытается добавить к нему чего-то поражающее воображение. Нет предшествующей миру концепции, есть только с задним числом обнаруженные особенности его структуры. Совершенно иначе на первый взгляд выглядит вклад, который внесла в свою национальную новую волну Вера Хитилова. Хитилова, гениальный чешский режиссер, однокурсница Иржи Менцеля, которая старше его при этом почти на 10 лет, да, на 9, начинала в 50-е годы как авторка документальных фильмов, и у нее замечательные документальные фильмы, очень чехословацкие по своему звучанию. Чешская культура, чехословацкая культура послевоенная, это культура очень ироничная. И это наследие Второй мировой войны, и вообще в целом наследие бывшей провинции Австро-Венгерской империи, обитатели которой ничего не могут изменить, кроме того, что просто позабаскалить на предмет своей незавидной участи. И чехи, и словаки, это крайняя, так сказать, и самая ироничная культура. За словом в карман они не лезут, у них очень много низового юмора, который обыгрывает материально-телесный низ. Такое ощущение, что в чехословацкой культуре вообще понятие неприличия, границы неприличия, они просто сдвинуты куда-то в другую сторону, поэтому там, так сказать, шутки ниже пояса не воспринимают как что-то вызывающее. Никогда не забуду, как я смотрел один из документальных фильмов Хитиловой, Мишок Блох, про жизнь в чехословацкой общаге, и она потом вернется в картине «История панельного дома» 79-го года, который мгновенно был запрещен в ЧССР, к истории вот этих дрязг, что внутри уродливой архитектуры происходят какие-то уродливые отношения. Ну, это такая довольно простая параллель, да. Вот, и никогда не забуду, когда я смотрел это синхронным переводом, потому что этот фильм не переведен ни на какие языки, да, он вообще не конвертируется совершенно, да, это такое кино, которое нельзя продать. И на DVD он не издавался в России, и его и не прокатывался, и поэтому его переводила просто из института Чехии, да, переводчица. Вот, и она прекрасно совершенно, все время повторяла одно и то же слово, оно мне запомнилось, как она повторяла в микрофон, немного смущаясь «йо-майо», чтобы каким-то образом смягчить всю ту, как ей казалось, многообразную, довольно изобретательную брань, которая изобиловала звуковая дорожка этой картины. Хитилова заявила о себе барочной, очень яркой картиной Маргаритки. Эта картина представляет собой буйство цвета в 1966 году. Она по сравнению с остальными деятелями «Новые волны», которые снимали аскетичное, графичное, цитирующее нуар, очень изящное кино, как Ян Немец, «Алмазы ночи», поразительное с точки зрения визуального языка киноповествование. Или, скажем, «Поезда под пристальным наблюдением» Иржи Менцеля. Это все черно-белое кино. Хитилова снимает в цвете. Она снимает документалки черно-белые. Хитилова свои художественные фильмы снимает в цвете. И ближе всего из «Деятелей новой волны» советской ей оказывается Сергей Параджанов, который тоже работает с цветом. Его исключительное колористическое чувство обнажает в его художническую природу. Он, конечно, живописец в первую очередь. Он живописец, даже автор фресок, я бы сказал. Он именно автор фресок, мастер фрески. Хитилова тоже мастер фрески. Только если у Параджанова серьезная, пафосная фреска, настоящая, очень цельная, то Хитилова набрасывает щедрыми мазками краску для того, чтобы дискредитировать тот мир, который она изображает. И она над ним смеется в очень характерной чешской манере или, в лучшем случае, криво усмехается. Девушки в фильме «Маргаритки» прекрасная сцена, когда они жадно едят. Они жадно едят, икают, рыгают, ведут себя совсем не так, как подобает себя вести приличной, хорошей девочке. И видно, как Хитилова смеется над этим патриархальным миром, который вменяет определенное правило приличия, выстраивает иерархию, в которой определенным актором социальным, определенным носителем качеств вменяются те или иные диапазоны дозволенного. Она все время эти диапазоны нарушает, она все время занимается трансгрессией, преодолением этих границ. Хитилова в 1985 году сняла фильм ужасов, один из самых мрачных и тяжелых триллеров в хичкоковском стиле, который называется «Турбаза волчья», тоже цветной, но исполненный нуарного мрака фильм, который напоминает, в свою очередь, и, кажется, отсылает к нему великий советский фильм ужасов отелю погибшего альпиниста эстонского режиссера с русской фамилией Григория Кроманова. Тесная внутренняя связь чехословацкого кинематографа с советским кинематографом, что связано, разумеется, с общей судьбой социалистического мира в послевоенной Европе, она, на самом деле, имеет еще и некоторые содержательные, а не только политические причины, вот эти переклички, о которых я говорил. И, наконец, последняя фигура, и, собственно, из этого советского контекста, которая тоже корреспондирует с вот этим новым качеством модернистского кинематографа второй половины XX века, кинематографа, который обходится без манифестов, но который начал с манифеста, потому что новая волна во Франции начала все-таки с манифеста, опубликованного в Каеде Синема, да, поэтому этот материал и вошел в наш курс. Кира Муратова, Кира Георгиевна Муратова, которая умудрялась в течение своего советского периода, в течение своей советской карьеры, умудрялась снимать фильмы, которые никакого отношения к советской визуальной, эстетической традиции, к советской идеологии при этом не имели вообще никакого отношения. То есть это человек, который умудрился своим творчеством показать полную трансцендентность по отношению к той социальной среде, которая ее воспитала, породила, так сказать, да, и которая должна была каким-то образом отразиться в ее картинах. Самое ироничное заключается в том, что фильм «Короткие встречи», ее первый фильм, ее дебютная картина, рассказывает о женщине-партийной функционерке, которая при этом в течение всего экранного действия никак не обнаруживает своей действительной содержательной связи с тем, что составляет ее работу, так сказать, да, чем она занимается. Мелочи жизни, на которые обращает внимание Кира Георгиевна Муратова, на которые она научила нас обращать внимание, эти мелочи настолько неразличимы, это мир настолько ничтожных величин, она обращает внимание на такое качество события, которое дискредитирует само понятие события. Она как бы развинчивает события и показывает, что это все ничтожно, это все не нужно человеку. Есть просто человек, есть какие-то его свойства. Отрезанный ноготь человека заслуживает гораздо большего внимания, чем разговоры об идеях. Это касается ее следующей картины «Долгие проводы», после которой она на продолжительное время была исключена из кинопроцесса и вынуждена была работать уборщицей на Одесской киностудии. И это тоже очень характерный эпизод в биографии гениального режиссера Киры Муратовой, которая смотрела, как мимо нее, когда она моет пол, ходят люди, которые ей в подметки не годятся, как профессионалы кинематографа. Это тоже реализация известной нам истории о то ли мизогении, то ли иерархии, то ли еще как-то это может называться. Ее картина «Познавая белый свет», а сценический синдром, уже снятый в 80-е годы, это все начинает постепенно антиципировать то, что удалось Муратову сделать в 2000-е годы, когда она уже была старым умудренным опытом жизнью, но совершенно законсервированным человеком. Она снимала фильмы о абсурдном повторении. Все фильмы ее строятся на повторении актерами одних и тех же реплик. Это гипнотическое кино, которое на разные лады повторяют одно и то же. Вот этот поэтический по своему происхождению прием, потому что поэзия строится на повторе и на повторе прекращенного повтора, и на вариации прекращенного повтора. Вот это подводит нас к самому существу кинематографа, который пытается описать свой эффект. Так сказать, вот это сливающиеся кадры целлулоидной пленки, которые, если мы начинаем их разглядывать, на самом деле каждый последующий повторяет предыдущий. То есть это вот эта сама неразличимость, неразличимость одного, неотличимость одного кадра от другого, это то, что гипнотизирует и актеры, говорящие в кадре, и вещи, постоянно повторяющиеся, действия некоторых фильмов. Муратовой происходит в каких-то очень странных местах, специально подобранных, типа общественного туалета, в настройщике и так далее. Разрушение вот этих изначальных модернистских установок, с которых начинается кинематограф высокого модернизма, кинематограф авангарда. Это противоположный полюс по отношению к авангарду, это его восхитительный гипнотический конец. Вот, собственно, что Муратова предложила уже в 2000-е годы, начав работать в эпоху европейских новых волн.